И еще раз, добро пожаловать на этот праздник дня рождения. 21 год. Такое как бы, знаете, мы взрослые. Аминь. Ты 18, но ты действительно взрослый. Когда тебе 21. Аминь. Пожар, кто они сегодня соберем после проповеди? Аминь. Хотел бы поблагодарить всех тех, кто свидетельствовал здесь. Так замечательно было слышать. У нас у всех есть свидетельства. У нас у всех есть истории рассказать. О нашем Господе. О том, что Он сделал для нас. Давайте же это будем делать. Так же было слышать хорошо Мишеля. Вчера я совершал венчание. Вчера замечательно. Мишель и Аня. Отстаньте, пожалуйста. Еба-ла-ба. Еее. Они вчера поженились. А сегодня они в церкви. Аминь. Аминь. Замечательно. Аминь. И также я познакомился с прекрасной парой вчера. Они служат Богу на Ближнем Востоке. Род и Ребекка, правильно? Да, да. Пожалуйста, Род и Ребекка. Прекрасная, прекрасная пара. Приехали с Ближнего Востока, чтобы побывать на свадьбе. У Мишеля и Ани. Добро пожаловать вам всем. Я сам позавчера вернулся домой из Австралии. Я служил там и служил в Мельбурне, в Сити Лайф Чёрч. И там старшим пастором является Марк Коннор. Большинство из вас знают его. Он был в нашей церкви пару раз. Замечательная церковь. Одна из крупнейших в Австралии. Я привез горячие приветы всем вам от братьев и сестер, там где-то внизу, находящихся, в Австралии. И, конечно, также от Андрея и от Натальи Осиповой. Они были частью нашей лидерской команды в течение многих лет. И они переехали в Австралию и стали частью той церкви. И сейчас они служат Богу там. Поэтому, слава Господу, у нас большая семья по всему миру. Семья Божья. Слава Богу. Завтра будет великолепный день. Завтра мы начинаем 21-дневный период поста и молитвы в церкви. Ура! Аминь! Слава Господу! Я говорил об этом пару недель назад. И мы объявляли в начале этого года, что этот год будет особенным годом молитвы. И мы чувствовали, действительно, Господь говорил нам об этом. И у нас было больше молитвенных собраний, чем когда-либо. И мы почувствовали, что Господь бросил нам вызов отделить три недели в начале этой осени для поста и молитвы. Поэтому с завтрашнего дня до 2-го октября то есть с 12-го сентября по 2-го октября у нас будет особенное время посвящения молитве и поиску Бога и посту вместе. После собрания вы все получите такую информацию где вы увидите информацию касательно поста и молитвы. И насчет того, что будет происходить на следующей неделе. На следующей неделе у нас будет молитвенное собрание в понедельник, вторник, среду и в четверг здесь в 19.00. И также молитвенная ночь в пятницу с 11 вечера до утра. Будет замечательно! Аминь! Приходите! Приходите, присоединяйтесь к нам! Будьте здесь настолько, насколько можете, каждый вечер! Так многое заполняет наше время! Но давайте уделим время и Богу тоже! Давайте уделим время молитве! Все добро в этом мире начинается с того, что кто-то помолится Богу! Аминь! И действительно замечательно уделить особенное время, скажем, как эти три недели, и посвятить их Богу! И особенно, когда мы это будем делать вместе! Пост может быть чем-то очень личным, когда никто не знает о том, что мы его ведем. Но также пост мы можем проводить вместе, как церковь! Библия также многое об этом говорит! И пост, который мы объявили, это так называемый пост Даниила! Он означает, что мы не будем воздерживаться от всей еды! Но подобно тому, как Даниил свидетельствует в своей книге в Библии, на этот период мы воздержимся от определенной пищи! И традиционно, Даниил пост Даниила означает, что ты воздерживаешься от мяса, от рыбы, от молочных продуктов, от хлеба, от торта и так далее. И ты ешь только то, что растет в природе! Овощи, ягоды, фрукты, зернобобовые, и растительные масла, грибы, грибы, аминь! И, многие едят мед также, так как он от цветов. И делая это, Даниил сделал это! Он говорит, искал Господа три полных седминцы дней, воздерживаясь от определенной пищи. Может быть, ты никогда раньше не постился, и ты думаешь, Мацулла, пастор, а я не выживу же. Выживешь! Пост — это что-то прекрасное, что-то радостное. Когда Иисус говорил о посте в Матфея 6, не будьте, как лицемеры. Когда они постятся, они ходят с печальным видом лица, чтобы кто-то сказал, «О, что с тобой приключилось?» А ты бы ответил, «Я пащусь». Они бы сказали, «О, ты герой». А ты бы сказал, «Да ладно». Иисус сказал, «Не будьте такими». Когда ты постишься, помажь свое лицо, улыбнись миру и постись перед Богом, Который пообещал вознаградить тебя. Пост добавляет силы к молитве, силы к посвящению Богу. Мы можем делать это сами, но в следующие три недели мы будем делать это совместно. Один из хороших друзей в церкви рассказал о том первом разе, когда он постился. Один денек. Он постился от всей еды. И он сказал мне, «Когда было 11.55, он сидел на стуле перед холодильником. Давай, торопись». Одиннадцать, пятьдесят четыре. Остановились. Давай быстрее. И в двенадцать часов он распахнул холодильник и вошел в рай. Аминь. Но он все-таки так сделал. Ты, конечно, сам можешь решить. Может быть, три недели для тебя слишком долго. Или, может быть, ты в свой рацион добавишь какой-то еды, которую Даниил, скажем, не ел. Все могут решить для себя сами. Но я бросаю вам вызов. Давай сделаем это вместе. Это сила, когда церковь может молиться вместе, поститься вместе и двигаться вместе. И весь народ Божий доскажет. Аминь. И вот на этом листочке бумаги написаны три основных пункта, за которые мы будем молиться. Конечно, у нас у всех будут свои личные молитвенные нужды. Мы говорили об этом две недели назад. Но основной стих для этого периода времени это то, что мы видим в Якова 4,8. Приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам. И пункт номер один такой. Это взыскать Господа. Искать Его лица. В поклонении, в посвящении Себя. Чтобы Он снова нас наполнил своим присутствием, своим Духом. Искать Его волю для будущего и молиться об излиянии Святого Духа в нашей жизни. Мы должны желать духовных даров и молиться об исполнении Духом. Это пункт один. Искать Бога, чтобы приближаться к Нему. Второе. Будем молиться за нашу страну. Будем молиться о России. Сегодня наш мир кажется более непредсказуемым и жестоким, чем когда-либо прежде. Мы должны молиться о спокойствии, стабильности и свободе в нашей стране. Этой осенью пройдут выборы в Государственную Думу. И мы будем молиться о том, чтобы исполнилась Божья воля. Мы будем молиться за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Благословенная страна, где церковь молится. Мы призваны молиться за свою страну. Молиться за Москву. Молиться за всех, кто живет здесь. Молиться за власть. И в этом году, в эти три недели, мы будем поднимать Москву, поднимать Россию перед Господом в молитве. Весь народ сказал, Аминь. И, наконец, третий пункт имеет отношение к конкретному вопросу. Наше второе здание. Урожай большой, и церкви нужно больше места. Давайте молиться об этом, помня, что для Бога нет ничего невозможного. Аминь. Мы верим, что есть второе здание в Москве. Да, мы арендуем помещения вокруг и строим здания в пригородах вокруг Москвы, в местах, где мы проводим собрания по воскресеньям. Но нам нужно также место в городе. Второе здание церкви, как это. Слово, которое я расскажу вам сегодня, имеет отношение именно к этому. Откройте, пожалуйста, со мной четвертую книгу царств, шестую главу. И прочитаем с самого начала. И сказали сыны пророков и Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пожалуйста, давайте идем в Джордан и давайте каждый человек возьмем бену оттуда и давайте нам сделать там место, где мы можем дуэли. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Он сказал, пойдите. Здесь повествуется об определенном времени в истории Израиля. Это было мрачное время. Время великого отступничества. Три царя подряд правили Израилем и все они были очень нечестивыми. Царь Ахаб, который противился пророку Илье, и он убивал людей Божьих во всей стране. Он научил Израиля поклоняться идолам. После него пришел царь Ахозия. Тоже был очень нечестивым. Библия говорит, он ввел народ израильский в поклонение Ваалу, в служение Ваалу. И потом перенял царство и Арам. Он тоже был очень нечестивым. Библия говорит, он не ходил путями Господа. И вот в это время Израиль все более и более отпадал от Бога. Но в стране была надежда. это были дни пророка Элисея. И у него была библейская школа. И Библия называет ее школой для пророков. Он собирал молодых людей из Израиля и обучал их путям Господним, Слову Божьему. И эти молодые люди говорили, да, мы хотим служить Богу. Мы хотим вернуть Израиля Богу. Мы хотим быть проповедниками Его Слова. И все больше и больше молодых людей стекалось, пока однажды вдруг вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Вдруг место стало слишком тесно. И это хорошо. Правда? Это хорошо, когда церкви становятся слишком маленькими. Согласны? Но при всем при этом, когда они это обнаружили, они также понимали, ну да, слишком тесно, и это хорошо, но если хочешь что-то с этим поделать, надо построить еще одно здание. И это будет стоить чего-то. энергия, и ресурсов. Вот так оно бывает с Господом иногда. Когда Бог благословляет, также приходят вызовы. Когда Он открывает двери, когда больше прибывает сынов, пророков, которые хотят узнать о Боге, это замечательно. Но вдруг ты понимаешь, а место-то слишком маленькое, и что мы будем делать? Потому что для плоти всегда комфортнее оставаться там, где ты есть. Потому что, ну если ты хочешь продолжать, тогда понадобится еще одно здание, и это работа. Знаете что? Так оно и есть. И для нас тоже. Для каждого, кто ищет Бога. Ты приходишь на этот перекресток жизни. И когда ветер Божий дует, замечательно, больше людей, но при всем при этом, это приносит с собой и вызов. Так же было у Иисуса Навина, когда Он пересек Иордан и стал завоевывать землю хананскую. И Он понимал, что яростные битвы ждут Его впереди. Сначала Он захватил Ерихон, потом сражался с городом Гай, проиграл, потом победил и захватил Его. Потом зашел глубже в страну, в землю, и в большой битве Он сразился с пятью царями аморийскими в одной битве. И вот тогда Он сказал, Солнце, стой на месте. Бог, распространи этот день, чтобы Я мог закончить эту битву. И Бог сделал это для Него. Потом Он сделал большой бросок на север страны и завоевал город Хейзер. И после этого, после всех этих битв, Он такой, как бы, о, успокоился. А тогда в Иисусе Навин 13, Бог приходит к Нему. Иисус Навин. Молодец. Хорошая борьба. Но знаешь что? Подними глаза. Еще больше городов осталось. Ты еще не захватил всего того, о чем я говорил Аврааму. Иисус Навин. Не засыпай. Доброе произошло. Но ты еще не завершил работу. Иисус Навин. Эти места ждут тебя. Так же оно и с Господом. И с нами. Может быть, и ты переживал времена благословений. И потом приходят еще и вызовы. Так оно было со мной и с моей женой насчет нашей семьи. Когда я был в Австралии, пастор попросил, говорит, Мацур, а ты можешь рассказать историю о своих четырех детях? Потому что это на самом деле чудесная история. И это мне все навеяло воспоминания. Потому что после того, как мы установили Маркуса и Марию, мы потратили так много денег. Мы потратили столько ресурсов. Процесс с Маркусом два года. С Марией два с половиной года. Четыре с половиной года. Но знаете что? Мы чувствовали. И еще есть место здесь для большего количества детей. И мы понимали, это затребует больше денег и больше бюрократии. В действительности нам потребовалось четыре года борьбы, прежде чем мы смогли произвести следующее усыновление. Но мы решили, Бог, мы можем остановиться сейчас. Но мы не можем. Поэтому Андрюша и Аня, они часть нашей семьи. Аминь. Может быть, и вы бывали в подобных ситуациях. И вы знаете, да, есть что-то здесь доброе, но готов ли я к еще одной битве? И вот там они тоже были в этой ситуации. Это место слишком тесное. Слава Господу. Но что же мы будем делать со всем этим? А сколько бизнесменов бывали в подобной ситуации? Они видят, все идет хорошо. Но им приходится выбирать. Может быть, успокоиться здесь? Или пойти вперед? А сколько церквей бывали на таких перекрестках? Еще больше людей приходит. И как бы тесновато. Но что нам делать? Когда я был молод, очень молодым, была церковь в Швеции. У них было пробуждение. Люди съезжали отовсюду туда встретиться с Господом. И в то время они презентовали планы, чтобы распространить, расширить церковь, строиться. Но это было чем-то таким крупным. И вот они размышляли и решили не расширяться. А никто не знает, что бы произошло, если бы они решили двигаться вперед. И я верю, сейчас это то, где мы находимся, как церковь. Мы молились за второе здание уже несколько лет. Но я чувствовал все сильнее и сильнее этой весной. И особенно летом, что сейчас пришло время молиться, но также сделать шаг вперед. Потому что наша ситуация подобна тому, что мы читаем здесь. здесь у нас прекрасная церковь. Вы благодарны Богу за эту церковь? Давайте воздадим Господу славу. Прекрасная церковь здесь. Прекрасный балкон. Без долгов в центре Москвы. Но, мой друг, это здание совершенно переполнено. С понедельника до воскресного вечера эта церковь полна всяческих событий. В течение всей недели у нас есть библейская школа с понедельника по пятницу. пастырское образование. Два отделения. Одно более богословское, теологическое, другое более практическое. Три вечера, каждую неделю у нас молитвенное собрание. Раз в месяц у нас также молитвенная ночь. И все возможные собрания. И знаете, все совершенно просто битком набито. У нас есть фокус-бизнес-школа. Мы тренируем, обучаем бизнесменов. Как вы слышали в одном из свидетельств, так Бог желает развивать дары в каждом человеке. И летом я был в отпуске в Германии. Я был в Стутгарте и встретился с пастором большой харизматической церкви там. И он хотел меня сводить на обед, но не смог, потому что проповедовать поехал в другое место. Попросил одного из членов церкви отвезти меня на обед. И этот член церкви был одним из директоров Мерседеса. Потому что Мерседес имеет основной офис в Стутгарте. И я спросил ему, расскажи, расскажи, пожалуйста, почему вы настолько успешны? И он рассказал так. Мацулла, я расскажу кое-что вам. Я думаю, он сказал так. Нас 52 разных директора разных отделов Мерседеса. Регулярно мы собираемся вместе и молимся. Слава Господу. Аминь. Знаете что? Я верю, Бог может поднять здесь среди нас молодых людей, взрослых, и почему бы не пожелых, которые чувствуют, это мое призвание, это мой дар. Служить Богу там на рынке как бизнесмен или как юрист как Андрей говорил здесь. И что церковь может также добавить тренируя и воспитывая благочестивых характерах, обучая людей тому, как можно расти в Господе. И что доброго ты можешь сделать своими руками чтобы благословить общество и воздать славу Богу. Аминь. Итак, у нас есть школа для бизнесменов. Аминь. И она каждую неделю здесь проходит. Аминь. Но скажем, доходим до выходных, начиная с субботнего утра, у нас собрание для старшего поколения. Сотни пенсионеров собираются здесь поклоняться Богу и слушать Его Слово. Каждую субботу. И после первого собрания подошли ко мне. А вот вы говорите только про субботнее утре, у нас есть еще два собрания в неделю. Да, слава Господу. Старшее поколение. Спецназ, Церкви Божьего Царства. Аминь. Итак, они начинают субботу утром. Параллельно им проходят собрания для людей из Азии. Когда они заканчиваются, армяне входят сюда в большую аудиторию. И здесь проводят собрания на армянском языке. И вот только они, когда посчитают всех, включая детей, их около 500 человек. А мы начали это служение всего лишь три года назад. Когда они заканчивают, мы сюда въезжаем с первыми еженедельными собраниями. И я проповел здесь первый раз вчера вечером. Потом воскресное утро, второе собрание. Это то, где мы сейчас находимся с вами. Сейчас уже второе. Второе собрание, да? Да, да. То есть уже прошло одно. Аминь. И тогда, конечно, вы имеете все детские собрания, подростковые собрания постоянно. И когда это собрание закончится, у нас будет молодежное собрание. Сотни молодых людей. Как мне хотелось бы, чтобы каждый из вас, по крайней мере, хоть разок, смог побывать на молодежном собрании и увидеть эти сотни людей, поклоняющихся Богу. Параллельно молодежному собранию проходят собрания для вьетнамцев внизу в малом зале. И знаете что? Нету больше места. Есть еще много, чего хотели бы мы делать. Но расписание церкви забито на всю неделю. Это место стало слишком тесным для нас. Мы арендуем места вокруг Москвы и в других местах. Но мы не можем лишь продолжать арендовать всегда. Церковь должна иметь свое место. Знаете, молодежная группа прославления проводит свои репетиции с пятницы на субботу ночью. Потому что это единственный промежуток времени, где они смогли найти. Я могу себя обнаружить во всем. И сами найти себя во всем этом. Вот в этой истории. Что место, где мы живем, при тебе тесно для нас. И это замечательно. Но это также вызов. Хорошо, а что нам делать? И вот когда они это сказали пророку Элисею, сказано, что он ответил им одним словом, пойдите. Время пришло. Не будем останавливаться. Если больше людей желают прийти, тогда пойдем и построим еще одно здание. Давайте не окажемся в такой ситуации, где мы будем ограничены, когда приходит время жатвы, когда ветер Духа дует. И это то, что я чувствую всем моим сердцем. Это тот момент, в котором мы находимся сейчас. И это тот вызов, который Бог дает нам. Десять лет назад, в 2006, мы купили это здание. Мы пробыли здесь 10 лет. Пришло время к следующему. Если ты веришь в это, давай воздадим Господу большую славу, если ты веришь в это. Аминь. Это то, что я чувствовал, что Господь хотел, чтобы я поделился с вами сегодня. Потому что, ну, с одной стороны, есть еще дела, которые мы должны здесь сделать. Когда я молился об этом, я как бы почувствовал, если мы будем дожидаться, чтобы все было завершено здесь, мы второго здания никогда не приобретем. Всегда есть что-то, что нужно здесь сделать так же. И этим летом в России издали новый закон насчет терроризма и часть этого закона имеет отношение к религиозной деятельности. Закон также говорит, что религиозная деятельность может совершаться в религиозном здании. Когда я прочитал об этом, я просто понял, нам нужно, нам нужно больше зданий, чтобы продолжать это делать. То, что Бог повелел нам делать. Зданий, которыми мы владеем сами. Аминь. И тогда, когда Елисей сказал им, пойдите, время пришло, тогда сказано в третьем стихе, тогда он сказал, пожалуйста, посетите, идите с вашими И он сказал, я буду. И сказал один, сделай милость, пойди ты с рабами твоими. И сказал он, и пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду, и закричал он, и сказал, ах, господин мой, а он взят был на поддержание. И сказал человек Божий, где он упал. So he showed him the place, he cut off a stick, and threw it in there, and he made the iron float. Он указал ему место, и отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. Therefore he said, pick up for yourself, so he reached out the hand, and took it. И сказал он, возьми себе, он протянул руку свою, и взял его. Аминь. И когда они приняли решение, мы пойдем. Знаете, что интересно заметить, они все пошли. Все, кто был там. И они даже к пророку Елисея обратились. И спросили, ты хочешь пойти с нами? И он сказал, да, я тоже хочу пойти. Так оно и есть. Когда они все пошли, они смогли это сделать. Сила церкви в единстве. Каждый из них, Библия говорит, они рубили деревья. Каждый делал то, что мог. И церковь, когда все мы можем помолиться вместе, когда все мы можем поститься вместе, когда мы сможем двигаться вместе, тогда Господь будет среди нас. Когда есть единство, когда Дух сможет двигаться среди нас, и мы будем двигаться вместе, тогда ничего не будет невозможного. И об этом эти стихи также говорят. И они все пошли, и все рубили дерево, дерево, кто-то дерево побольше, кто-то поменьше, но во всем этом был Господь. И потом мы доходим до очень интересного чуда. Когда один из них теряет топорище, которое падает в воду и тонет на дно, он говорит, о, я его взял на поддержание. Бог совершает удивительное чудо. Он сделал так, что этот топор снова всплыл. Это было творческое чудо. В естественном плане, он бы никогда не всплыл на поверхность воды за 10 тысяч лет. Такого не происходит. Но Бог это сделал. И мы читаем, это было чудо. Но что за чудо? Ну, это всего лишь топорище. Но если уж Бог собирается сделать чудо, может быть, вместо этого послать большой мешок золотом. Тогда просто купить здание можно и все. Или бы просто здание сошло с неба. Если уж являешься свою силу, почему этот маленький топорек? Почему? Знаете, во что я верю? Я верю, что оно так и есть. Когда они начали двигаться, и когда они делали то, что они могли, Бог дал им понять. Вы делаете то, что вы можете. Когда вам нужна будет помощь, я буду рядом. когда вам понадобится чудо, я буду рядом, и я помогу вам. Вот так оно бывает с Богом. Когда мы знаем, что мы призваны делать, и мы начинаем это делать, тогда, когда мы доходим до момента, и не можем чего-то сделать, тогда Он будет рядом со Своей чудесной силой. Но Бог бы не благословил их, пока они бы просто сидели у себя дома. Бог, да, нам нужно еще одно здание. Пошли-ка его с неба. Нет, Господь сказал им, идите вы все и возьмите с собой пророка и все начните рубить деревья. И когда вы это будете делать, вы увидите, сила моя будет рядом. Когда ваша сила закончится, моя сила безгранична. Когда вам нужно будет чудо, чудо произойдет. И вот так и я верю. Касается и нас тоже. Второе здание не сойдет с неба. Вот так. Когда мы с тобой говорим, Бог, я сделаю то, что я могу. Я пойду в этот лес и я буду рубить деревья. Может быть, такое большое, какое я могу. Тогда я знаю, что ты будешь со мной. И когда мне нужна будет сила, когда мне нужна будет мощь, когда мне нужно будет чудо, ты есть чудотворец. И ты будешь со мною. Поэтому, что бы ни произошло, мы построим это здание. И школа пророков продолжит свое существование. И Исраиль снова услышит, что Господь есть Бог. И весь народ сказал, Аминь. Если это перевести на нас, на нашу ситуацию сегодня, я верю, что эти слова говорят прямо в нашей ситуации. Когда Бог бросает нам вызов двигаться, Он будет двигаться с нами. Так оно было с Израилем. Когда они ушли из Египта, чтобы пойти в обетованную землю, Он сказал, идите. И когда они пошли, Бог был с ними. Когда им нужна была защита, Он их защищал. Когда им нужна была еда, Он давал им хлеб с неба. Когда им нужна была вода, Он давал им воду из скалы, пока они продолжали двигаться. Бог был рядом с ними. Мы как церковь, мы находимся сейчас в такой ситуации, где так много всего, что я чувствую, что нам нужно сделать. Но это место слишком маленькое для нас. Нам нужно иметь больше собраний, чтобы принимать больше людей. Нам нужно расширяться касательно обучения. И это часть нашего призвания обучать лидеров. У нас есть замечательная библейская школа, но нам нужно место для обучения консультантов. Когда я закрываю свои глаза, я вижу церковь, которая служит не только членам церкви, но служит людям в городе. А как построить брак? А как помочь своим детям? Нам надо обучать хороших профессиональных консультантов. Нам нужно обучить миссионеров. Намного больше, что еще мы можем и должны сделать. Нам нужно больше места для молодых людей. Молодежное служение не только собрания. Молодежное служение намного больше. Молодые люди, подростки, у них много энергии, они хотят делать что-то. И как церковь, мы хотим им предоставить возможность расти, развиваться в христианской атмосфере. Я верю, Бог желает, чтобы у нас было большое спортивное служение, разные виды спорта, где молодые люди нашей церкви смогут приходить, приводить друзей. и расти в Господе, в христианской атмосфере. Нам нужно место для тех, кто хочет заниматься драмой, театром, для славы Божьей, музыкой, музыкальной группой, разные хобби, все эти таланты и дары, которыми мы обладаем, и особенно те, которые молоды, пусть они растут и пусть развиваются во славу Божью. чтобы они все могли становиться всем, чем Бог желает их видеть. Я видел пастора на конференции в Швеции, телемилляторе, их церковь не такая большая, но большой зал. И он сказал, знаете, мы делали что? Мы начали аэробику для домохозяек каждую неделю полторы тысячи человек приходят. Когда все заканчивается, они говорят им, Иисус жив. Слава Богу! Так много всего, что я верю, есть перед нами. Слава Богу за эту церковь. Но есть еще что-то большее. Есть следующее. А потом еще будет после. Но я чувствую сейчас этот вызов от Бога. День и ночь. Я живу этим уже месяцами. И сегодня мы соберем пожертвования, когда я закончу проповедь. И мы откроем новый фонд. Фонд на второе здание. Все, что мы соберем сегодня, мы вложим в этот фонд. Это те деньги, которых мы не будем касаться. Мы будем верить, что они будут расти. И потом мы купим на них здание. И Бог досовершит чудеса для каждого из нас и для церкви на пути к этой цели. Сейчас у нас нет нет в виду какого-то конкретного здания, которое мы хотели бы построить. Но мы ищем интенсивно. Агенты работают на нас, ищут по всему городу. И вы тоже ищите. Может быть, именно вы найдете это здание. Кусок земли или здание. Не обязательно оно должно быть таким. Оно может быть меньше, но оно должно быть в другом месте. Здание для образования. Оно будет для молодежной активности. И, конечно, для церковных собраний. И тогда мы будем верить. Если мы начнем двигаться, если мы начнем рубить, тогда Бог сделает это все возможным. Потому что это то, что они делали. Все люди перечислены здесь, в 4 книге царств 6. Все рубили деревья. И сегодня я бросаю вам этот вызов. Что? Что можешь сделать ты? Какое дерево ты можешь срубить? Здесь есть Мишель и Аня, которые встали. Они поженились вчера. До церемонии венчания они меня просили, пастор, а мы можем добавить несколько слов в церемонию венчания? Когда мы обещаем друг другу любить друг друга, быть верными друг другу. А также мы обещаем, что мы всегда будем давать десятину церкви. Никогда не слышал подобного раньше. Я такой, ну, как бы к церемонии нельзя добавить. Но я могу помолиться за вас. Все вы родители. Вы слышали, что я сказал? Вы понимаете, какая молодежь у нас здесь в церкви? Никогда ничего подобного не слышал. когда в день венчания хотим пообещать, будем давать десятину Богу всю нашу жизнь. Это говорит о чем-то. О том, что Бог делает среди молодых людей сегодня. Аминь. Вы можете слышать много негативного, но я вам говорю, так много прекрасного происходит среди нас. И нам нужно дать этому место. Аминь. Мы распечатали конверты, каждый из вас может взять их. Если вы захотите дать какое-то обещание, пожертвуйте. На конверте написано, что это на здание, на второе здание. И внутри здесь есть два бланка, которые вы можете заполнить. Имя, сумму, которую вы хотите дать. Аминь. Возьмете один бланк себе. Один положите в ведерко, другой возьмете себе, чтобы не забыть. Когда у вас будут деньги, вы сможете положить в конверт и дать церкви. Вы можете сделать это сегодня. А может быть, еще даже лучше. Вы можете взять этот конверт домой, переговорить с супругом, с супругой, поговорить с Богом и сказать, Бог, что я могу сделать? Пришло время для следующего здания. Что ты хочешь, чтобы я сделал? И я верю. Бог скажет каждому из нас, что мы все сможем срубить деревья, когда мы сможем сделать это все вместе. Помолиться вместе. Поститься вместе. Строить вместе. Бог да будет с нами. У меня уже была возможность подумать на эту тему некоторое время. Было бы круто, чтобы мы собрали сегодня 10 миллионов. Такое может произойти. Я даю первый миллион, потому что я к этому готовился. Я знал, что этот день придет. И мы смогли сберечь некоторую сумму. Может быть, вы помните, где-то три года назад на одних из наших выходных тема была «Церковь вместо роста». Мы раздавали такие бланки всем, и люди могли записать три вещи, о которых они мечтают, чтобы эти вещи произошли. Кто-нибудь помнит, что это подобное? У вас у кого-то сохранился такой бланк? У меня сохранился. Один из пунктов, которые я указал, это была для меня мечта, чтобы пришел день, когда я смог бы дать миллион рублей в пожертвование. И вчера этот день наступил. Знаете что? Бог может давать нам мечты, и потом Он может сделать так, чтобы они исполнились. Давайте же мечтать о делах Божьих. Давайте мечтать о пробуждении. Давайте мечтать о множестве людей из всех народов, живущих здесь, о множестве молодых людей, которые приходят к Господу. Давайте мечтать о том, чтобы отправлять миссионеров. Давайте мечтать о славе Божьей, которая пребывает здесь и в каждой церкви, в каждом христианском доме в этом городе. Прошло время строить еще один дом Божий здесь, в Москве. Аминь. Давайте воздадим большую славу Господу. Вас дадим Господу большую славу. И давайте встанем все и помолимся вместе. Если вы хотите получить такой конверт, пожалуйста, помашите немного рукой, и организаторы сможете раздавать. Вы не обязаны как бы давать, если вы взяли конверт. Но вы можете все равно конверт взять для себя. Взять домой, помолиться. Боже, что Ты хочешь, чтобы я делал? Я чувствую. Мое сердце восклицает мне. Пришло время двигаться вперед. Давайте не будем такими, что мы дошли до момента и остались на месте, когда Бог призвал нас сделать следующий шаг. Итак, если нужен конверт, продолжайте держать руку, помашите. Организаторы раздадут каждому, когда мы будем молиться. Отец, во имя Иисуса, Господь, благодарны Тебе за все, что Ты делаешь. Мы благодарим Тебя, Отец, Господь, что Ты есть источник всякого добра. Мы благодарим Тебя, Господь, за это здание церкви, и, Господь, за этот вызов двигаться вперед. И мы молимся, Отец, дай нам иметь открытые сердца, дай нам, Отец, слышать от Тебя и то, что Ты желаешь, чтобы мы делали, в свободе и радости. Господь, я молюсь за второе здание, чтобы оно пришло сейчас, Отец, правильное место, которое бы соответствовало завершенно. Это образовательный центр, молодежный центр, место, где мы сможем проводить собрания, место для новых служителей. И, Господь, я молюсь об этом. И дай нам всем, Отец, рубить эти деревья, дай Отец по Твоей благодати, молиться вместе, двигаться вместе, верить вместе, и Отец давать вместе. Тогда Ты сделаешь, чтобы это произошло. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Сейчас. Аминь. Мы будем двигаться. Здесь, на этом конверте, написано слово, которое Господь дал нам, когда мы начали поиск второго здания. Луки 1, 37. Для Бога нет ничего невозможного. Аминь. Слава Господу. Мы соберем сейчас это пожертвование. Аминь. Все, что ты принес с собой, давай будем давать. Все сегодняшнее идет на этот фонд, который мы открываем завтра. Если ты знаешь, что ты хочешь дать в обещании веры, ты тоже можешь опустить этот бланк туда. Если нет, ты этот бланк можешь взять с собой домой, помолиться об этом. И сейчас, каждые выходные, у нас будут определенные места, куда мы можем вкладывать дары на второе здание, чтобы мы держали их отдельно от всех остальных пожертвований. Должен быть порядок в доме Божьем. Аминь. Давайте соберем пожертвование. Ты велик, сотворяешь чудеса, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. Ты велик, сотворяешь чудеса, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. Прихожу к тебе. Прихожу к тебе я, славою. Чудеса твои великие, и любовь твоя сильна. Ты велик, сотворяешь чудеса, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. Ты велик, сотворяешь чудеса, и другого нет, как ты. И другого нет, как ты. И знаете что? Когда я закончил проповедь, и мы собрали пожертвования, вдруг вера напала на меня помолиться за финансовые чудеса. И мы сделаем это и сейчас тоже. Мы не так часто это делаем в церкви. Обычно молимся за другие темы. Но в эти выходные, как будто Дух Божий сошел на меня. Молись за людей. Молись за финансовые прорывы. Потому что у нас у всех есть нужды в этой сфере. Если бы я спросил, кому-то здесь нужно побольше денег? Все вы подняли. Я, 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 это про меня. Конечно, нам нужно. Потому что мы хотим в этом мире жить хорошо. И делать добро, и чем больше ресурсов, тем больше добра ты можешь. И также есть люди, и вам действительно нужно чудо. Может быть, у вас долг. Может быть, это имеет отношение к работе. Или, может быть, вы в очень трудной ситуации. Но сегодня у меня есть вера помолиться за вас. Именно в эти выходные, чтобы Бог сделал чудеса. Смотрите нас. Какая бы ни была у вас величайшая финансовая нужда, что-то с обеспечением. Поднимите, пожалуйста, ее перед Богом сейчас. Если вы чувствуете в своем сердце вот это засушение, я знаю, за что мне нужно молиться. Давайте это поднимем перед Богом. И скажем, Боже, это моя нужда. Это моя нужда. И мы помолимся вместе. И будем верить, что в этом году, даже если год засухи, Господь сказал нам, при этом, дерево будет плодоносным. В 2016 будет годом возможностей. Давайте помолимся на основе этого слова. Веря Богу. Кто наш обеспечитель? Кто не хочет того, чтобы наше сердце было связано с чем-то материальным? Но, с другой стороны, Тот, Который добрый обеспечитель, Тот, Кто сказал, не переживай о том, что тебе нужно, ищи, ищи меня и Моего Царства сначала, а остальное приложится тебе. Тот, Кто сказал, что если ты просишь Бога хлеба, Он не даст тебе камень, потому что Он знает, что тебе нужно, и Он добрый Отец. Давайте же помолимся вместе. Возьмите свою нужду, поднимите ее перед Богом, и, Отец, во имя Иисуса, Отец, мы молимся сегодня за все эти нужды касательно обеспечения, касательно финансов. Ты знаешь каждого из нас, и Ты наш Отец. Ты и только Ты наш обеспечитель. И на Тебя мы уповаем, Отец. Защити наши сердца от всякой жадности, от всякого поклонения мамоне. Но, Отец, мы также молимся, чтобы Ты высвободил Отец то, что нужно во всех наших жизнях. Отец, я молюсь за прорывы, прорывы в рабочих, прорывы в обеспечении, во имя Иисуса, прорывы в трудных ситуациях, во имя Иисуса. И есть некоторые люди здесь, и Вы настолько были верными в даянии. И Господь говорит Вам, как Вы сеяли истинно, придет жатва. И, Отец, я молюсь, пусть эта жатва придет, Пусть она придет с избытком. Я молюсь об этом во имя Иисуса. И мы благодарим Тебя, Господь, за все эти нужды, которые мы подняли перед Тобой сейчас, что нет ничего невозможного для Тебя. Нет ничего невозможного для Тебя. Тебе да будет слава во имя Иисуса. Аминь.